Привет огромный. Приехали к маме. Я покупался в бассейне, Сабел не захотел купаться. Хорошо, сегодня тепло. Мама приготовила салат, борщ, клубнику купили. Мне борщ в стаканчик. Я вот купил вот возле АТБ по 45 гривен такую вот клубнику. Вот это о чём говорится, когда даже картошка принимает цвет свёклы. Ну чё, красный больше? Когда бросаешь сырую свёклу в конце. Ну вот просто я говорю, что картошка, видишь, какого цвета? Покажи. Красного. Она не должна быть красной. А чё? Потому что не в кружечку. Без мяса, без картошки желательно. И чуть-чуть юшечки, всё. Спасибо. Хвата-хвата мне. Там ещё и с картошкой разогреться. Свет, тебе борщ нет? Аааа, я сейчас, я кашу на нас ем. Ну я ещё есть Света, Кафела. Тут чуть-чуть картошечки осталось, кто захочет. Там есть каша. Это Андрюхи. А что? А что? А Андрей, садись. А? А? А Андрюхи, куда? А садись. А ты что, борщ не будешь? Я буду кашу. Я хочу, там уже кашу есть. Я не сделала. Хочу кашу салатую ещё. А я буду. Тільки борщик и это. Соленька, лотуньо, лотуньо, лотуньо. Доличка, лотуньо. Кто тебе уже укусил? Кто мою маленьку укусил уже? Предлагаю бабушке поехать с папой на Западную Украину. Поездом. На две недели. Поехали бы. Я как раз бы к сыну зашла на могилу. Мужу на могилу бы зашла. Там снимите гостиницу. Вот. Или у дяди Игора это. Или гостиницу. Бабушка говорит, что она на поезде ногу не поднимет. Так там же папа ж тебе поможет зайти. Мы вас закинули ногу. Слепа. Куда я еду? Да и ты слепа. Мы вас закинуем. Что ты рассказываешь слепа? А ложку, бачишь, сметану помешать в борщи? Батя, я пью жару. Ты ещё хочешь масла сюда? Не знаю. Я б на твоём месте поехал. Ты ещё хочешь масла? Это не надо, да? Что ты не хочешь? Если хочешь сверху поеду, то же не надо. Там было какое-то масло. Скажу, что я не хочу. Так ты не хочешь ехать? Да, в туалет на трамбах. Да вы же сказали, что вас не увезут сюда. Что вы хотите ехать, а вас не увезут. Так там в туалете, туалет в поезде есть. Ты что, туалет? Ты ж уже... Ну, я не ездила в поездах. Ну, так ты ж ездила уже в поездах. Так это лучше, чем на машине ехать. Конечно. На машине туалета нет. Сижня полка, да? Ты можно убрать. Ой, я даже паяла. В карты будешь с папой играть там. Ты ж карты играть. Лучше играть. На раздевание. Дай, ма, дай бабе полотенце, потому что у меня уже опять всё замазалось. Ну, бабушка, на. Бабушка, не можете взять в руки, пожалуйста, полотенце? На. Салфетку, надо промахнуть сухую. Не надо салфетку, на вот это. Да, да что вы ничего не понимаете? Вот это ты. Сидите, спокойно. Так, туда же мясо ещё, да? Я-ка, собак на улицу не выпускаю. Да, мы же есть сели. А что там салфетку? А баба бабушка не выпускает. Не запускать бы тата под шоку в капусту. Да, Андрей, забак не выпускает. Я сказал. Он капусту под шоку. Красивый пирог, какой себе это приготовил пока что-то. Это кекс. Ну, кекс. Очень красивые у тебя салфетки. Они соки, они пышные. Ну, мы и Виталий их тоже в докладе. Каркаде потрясающе, то, что ты наводил. Я тоже говорю, очень вкусно. Оказывается, каркаде надо на воде настаивать и варить его. Нам так и гид, и рассказывал экскурсовод, он говорит, сам Вегетянин, что каркаде, если вы завариваете кипятком, он теряет свои свойства. Это у них на ненациональный холодный чай пью. Долька. Долька, сняли. Покажи. Да ну, нормально, сними, потому что она может так сам ввел. Что с ней будет? Что я с крыши кидаю, или что? Ну, мало ли. Она не ударилась. Надо брать аккуратно в ручки и снимать, а не так и в дыр. Это нормальная. Со стула. Как она спрыгивает сама со стула. Так, все равно. Что там? А где папа? Там брызка же капула. Нет, папа идет уже все. Он уже побрызгал капусту, уже все. Уже не надо брызгать капусту. Дмитрий годом с ней езду. Вообще, ванга... У меня знакомая была езду. В Англии? Да. Я с ней познакомилась в Польше, не знаю, если ты помнишь. Она мне говорила, что у нее, короче, сын сказали, что он служил в армии, и она сама в Закарпатии. И муж у нее, не муж, а сын служил в армии. Сказали, что он, типа, трагически загинал. Никто не знал, что с ним случилось. У нее был еще один сын с мужем. Они плохо жили. Она ездила на заработки в Схидную Украину. Потом она где-то там осталась. Муж ее, короче, выгнал. Она осталась без дома, без ничего, что она зарабатывала на бурюкет. Где-то на Схидной Украине ее в колхозе едали дома. И она очень хорошо жила здесь. Она директор колхоза, женщина была. И она говорит, что ей помогла, чтобы поднять второго сына. Вот это, начался идти. Ванга Ванга? Да. Ванга ее одолжила деньги. Она поехала... Нет, она поехала в Ходжу. Ванга ее одолжила деньги? Нет, женщина была. Директор колхоза. Да. И она мне говорит, что я встретилась с ней, когда мы работали с ней на парниках. Марию ее зовут. И она говорит, что... Я бы хотел у нее бухгалтером работать. Говорит, что ты не поверишь, говорит, я заработала деньги, и поехала к ней. И она сказала, говорит, было 300 человек в очереди, а она меня позвала без очереди. И она мне сказала, что сына убили, потому что он видел, как воровали оружие в армии. Поэтому убили. Поэтому убили. Но... Он стал следить. Но Дмитрий Гордон ездил, говорит, она ему сказала, что у тебя будет, что не будет детей вообще, что-то такое... Все мимо, все мимо, полностью, говорю. Ну, вот я не знаю. Ну, большинство она... Интересно, когда уже закончатся вот эти вот годы, когда Ванга сказала, до какого года она пророчила? Самер, ну она ж и войну пророчила, и Чернобыль она пророчила, что будет. Ну, она ж не могла знать, что будет взрыв на атомной электростанции в Чернобыле. А до 2070-го года тоже она рассказывала. До 2070-го. Чего до какого года? Когда закончится этот бред в Ванге? Ну, сейчас просто некоторые на ней делают себе эти... Ну, вот уж. Там, что она там сказала? А то, что она говорит, это говорила одно, да. Вот сейчас у нее предсказания на этот год очень плохие. Она там говорила, что и пол Европы вымерли. Она же говорила за вирус. Да, и за коронавирус, кстати. Она тоже сказала, что будет болезнь, и очень много людей умрет, и что очень много времени надо будет на вот эти вакцины, чтобы нашла... Она все говорила. А вы уверены, что это она говорила? Ага. Вы уверены, что это она говорила? Ну, а где они все? А где эти записи, что именно она это рассказывала? Где это задокументировано как-то? Где она это говорила? Записывала? Кому она это говорила? Я, если бы я видел ее, что она это говорила, и запись была, а так они могут себе сами мифы создавать что она говорила кто знает вот не дай бог что случилось они уже это было давно не знаю а дети записи записи кто кому она не настали же родственники там есть какая-то родственница ванги которая рассказывала что ей на наговорила вы что не видите видео до фильм снимала тоже основан на реальных событиях династии семейных врачей таки врачи начале он врач потом сын племянник и поколение так и пошло для гиппократа только кошелек набивать и сейфа закрывать не должна это не смотрят я верю предсказание ванны кстати сегодня все из них медиков всех мои девчатка меня видят смотрят иру мою подругу однокурсника я вам предложила мне захотели виталика вино выпил очень вкусно я пробовал и ты сама чё не попробуешь он сам делал сам со своего винограда очень вкусное вино вчера виталик приезжал да будешь чуть-чуть красного винца будешь чуть-чуть виталика домашнего я буду бабушки наливай тоже да не буду каждого ты чё курить у наберешь очень вкусно не прям тая во рту она не сухая у меня очень тоже нравится это в молоке это что у нас она не получит и смотри в бокалику цвет виталик видишь ой остается вот это вот виталик вчера приезжал привез вино привез яйца и малину свежую и малину привез тату только мне чуть-чуть маме можешь мама любви но пить мама сыну и дними сидит ничего не роби не говорю целыми дними только любви но пить ты улыбнись або люди скажут что тебе опять эмоций никаких нема ну какие может быть эмоции я только присела эмоции сколько время два часа давайте за медика поля в будущем будет медик уже имеет отношение к медицине ну еще не это раньше было уже такого нет скажи классной по стенкам смотри как виталик вообще молодец виталику привет та небольшой привет нас гости приглашали малина очень вкусная вина очень вино очень вкусно виталик еще виталик выращивай побольше винограду мы будем приезжать на вину а ты не хотела скажи хорош не мать потом пила как присосалась до бутылки или забрал да а чё ж не пила весь столб разливала весь красный был да это не только за ворот давайте сразу забудем что честно ну что честно конечно а казалось я не буду не буду то придумайте ольгарюнтина на ходу эй как вы их терпите ольгарюнтина салат кому салат ким не не бабушке салат давайте то на одно мясо есть ты уже мне будет забирать чтобы не утром ты будешь не хочу чтобы ты не зацепила чтобы не упала